Здорово рукоделы и рукожопы! Сегодня мы посмотрим как на рукожопить хозблок 3 на 1,5, то есть хозблок и туалет за 15 тысяч рублей без электричества и 12 часов. Поехали! Поехали! Это куда срать? Нас орда! Она срать! При этом хочу заметить, что погода действительно способствовала возведению строения и дарила нам тепло в количестве 12 градусов. Поэтому главным рукожопом солнечной башкирии было принято решение возвести хозблок и уже в хозблоке хранить инвентарь и завести туда электричество. По эскизу строение должно быть 3 на 1,5, при этом 1 треть должна использоваться в качестве туалета, а 2 трети в качестве хозблока. Ну а что делают в туалете, наверное объяснять не следует. Самое забавное, что нам пришлось работать без электричества, то есть мы не пользовались ни болгаркой, ни пилой, ни прочими электрическими приспособлениями. С вечера договорился со Стасяном и со знакомым газелистом, но газелисты суки они такие, как всегда подвели, пришлось нанимать технику непосредственно в самом производстве профнастила и леса, что привело к удорожанию хозблока на целую мать его 1000 рублей. А Стасяну отдельный лайк и респект, не зря лучший сотрудник холдинга. Начали мы собирать со столбов, копали 4 столба на 70 сантиметров, брус 50 на 100 и 30 сантиметров забивали здоровой кувалдой. В гараже нашел мастику, поэтому мы обмазали брус, который был в земле, мастикой для того, чтобы он меньше гнил. Затем обвязали эти брусья досками 200 на 25. На край брусья нашили две доски, тоже 200 на 25, для того, чтобы на нее уже положить доски 200 на 400 для обрешетки. Соответственно на доски 200 на 400 кинули обрешетку из той же доски 200 на 25. Вуаля, каркас готов. Затем начали все облицовывать профнастил, который мы заказали под размер на заводе. Забыл сказать про двери, правда мы с ними немного прикурили и часа два помучились, но все-таки мы их оселили. Когда стелили профнастил по углам, мы разработали новую технологию, которую даже необходимо запатантовать. В чем же смысл? Смысл в том, что на заводе вам надо заказывать для стен самый тонкий профнастил. И такой профнастил легко загибается на углах, и вам даже не нужна болгарка. А соответственно, если вы его не пилите, а загибаете, угол у вас ровный. Вам не нужно покупать лишние фурнитуры для уголков, для облицовки. Да вообще-то вам нахер, ничего не надо. Просто загнул профнастил, и гугл готов. Хех, а че так можно было что ли? Таким вот образом мы обтянули, словно пленкой, весь хостблок. Затем поставили перегородку между хостблоком и туалетом, чтобы не видеть всего творения, которое там творится. В оконцове накинули ручки, накинули ушки для замков, ну и поставили сами замки. Возможно на авито можно было купить готовый хостблок, более эстетичный, и при этом вообще не заморачиваясь. Давайте попробуем с этим разобраться. Итак, нам обошелся хостблок площадью 4,5 квадрата с туалетом за 15 тысяч рублей. Мы не берем в счет доставку, поскольку доставка, что этих запчастей, которые мы привозили, что хостблок уже готового, ну примерно она одинаковая. Полазив на авито я нашел 4 типовых решения, рассмотрим каждый из них. Про данное строение говорить особо нечего. Выполнено оно из дерева низкого качества. Кроме того, общая площадь очень маленькая и вместительная. Второй вариант, это 6 квадратных метров за 15 тысяч рублей. Вроде бы неплохо, но для туалета нужно еще ставить перегородку, ставить дверь и убирать окно. Третий вариант, очень даже неплохой, это 7,5 квадратов за 20 тысяч. И если у вас уже есть туалет, то для хостблока это вообще идеально. Единственное, что продают его комплектом и собирать его все-таки вам придется самому. Последний вариант, это 6 квадратных метров за 27 тысяч рублей. Если вы собираетесь строить дом и вы не планируете строить баню для временного проживания, как я, и вам необходима какая-то бытовка для нахождения там, то этот вариант, мне кажется, вообще самый топовый из всех. Но все-таки, как и в предыдущем варианте, вам придется строить туалет. А это, соответственно, еще 6 тысяч, итого 33 в этом варианте и 26 в предыдущем, что намного больше 15 тысяч рублей. Кроме того, все эти строения, они базируются на земле. Мы уже забивали столбы, что является более основательным подходом. Теперь представляю вам более детальный отчет, сколько и чего я потратил. Сколько потратил именно на хостблог, а сколько потратил помимо хостблога. Но, тем не менее, я включу это в отдельный графой, чтобы было видно, сколько я лишних денег потратил. Всем спасибо за просмотр. Сегодня поедем планировать участок, заказали трактор и будем все равнять землей. Не забудь подписаться, поставить лайк и поделиться с друзьями.